Мур, привет друг, это Зверько. Ну что, вот и вышел долгожданный черный дракон из истории восточных героев. Давай посмотрим, каким он предстал для основного сервера и как им удобнее играть. Чонг это боец, который имеет хорошую живучесть и несколько непривычные тайминги навыков. Давай начнем с них. Пассивка. У персонажа достаточно сложна в описании, но простая в применении. Чонг, нанося урон противнику навыками и автоатакой, набивает на нем частицы Ша, а у тебя пополняется эссенция Ша. Частицы заполняют такую темную молнию на противнике, а эссенция это белая полоска под хп Чонга. Пять стаков частиц на противнике начинают гореть на нем и наносить урон, связанный с потерянными хп, одновременно исцеляя Чонга и набивая стаки эссенции. На тестовом урон исцеления были огромными и банально, собирая в автоатакера, Чонг был почти неубиваем один на один. Сейчас не так, но пассивка все еще полезна. А вот когда накапливается эссенция на Чонге, он получает плюс 40% к скорости бега и плюс 20% к вампиризму навыков. Продолжая наносить урон врагу, ты продлишь действия пассивки. Бонусы ощутимые, но очень скоротечные и строить на них билд сейчас не стоит, на мой взгляд. Дальше интереснее. Первый навык. Удар плащом. Урон внешнего круга гораздо сильнее внутреннего. Расстояние примерно, дальность автоатаки вблизи, набивает два стака частицы Ша на врага. Плюс этого навыка. Это большой урон и Чонг не останавливается для анимации удара. Минусы. Подготовку навыка видит противник и может либо отойти, либо подскочить в упор для смягчения урона. Кроме того, навык вампирит лишь 40% с миньонов, но это небольшой штраф для такого навыка. Второй навык. Чонг выпускает дух черного дракона по прямой, нанося уроны всем врагам на пути удара. Кроме урона, навешивает замедление 60% на одну секунду. Если после навыка прожать автоатаку, Чонг ударит врага заряженным ударом и немного толкнет противника. Анимация навыка достаточно продолжительная, поэтому целься на упреждение, то есть на ход ноги. Вместе с бесконечной битвой навык наносит существенный урон. Третий навык. Чонг совершает небольшой прыжок вперед. Наносит урон в области и, если ты жмешь левый стик в сторону, отпрыгивает. Через секунду пораженная область подкидывает все цели в воздух на одну секунду. Отличный инициирующий навык. Может работать еще и как эскейп. Отпрыгиваешь от противника одновременно, создавая ему препятствия в виде подбрасывания. Также работает как начало удобной комбинации, но об этом чуть позже. Ульта. И вот тут будет долгий рассказ. Чонг превращается в черного дракона и начинает летать над землей, легко пересекая препятствия и игнорируя контроль. Однако, продолжая получать урон от противника. За героя считается его голова, поэтому через короткое время люди научатся накидывать урон и по пролетающему Чонгу. Так вот, превращаясь, Чонг получает бонус к запасу здоровья, а натыкаясь на противника, отталкивает его, оглушая и нанося урон. Полетав так секунд 7, Чонг превращается в драконида на 10 секунд, сохраняя бонусное здоровье и увеличивая радиус первых трех навыков. Превращение занимает около секунды, учти это, догоняя противника. Бонусы к навыкам. Первый навык увеличивает радиус, раз плаща нет, считаем, что бьет хвостом. Второй навык воздействует в веерной области, а также шире круг третьего навыка. Важно! У Чонга большинство навыков учитывают экстра физическую атаку вместо общей физической атаки. Что это значит? А то, что навыки учитывают только предметы, эмблемы и прочие бонусы, но не учитывают врожденную силу Чонга. Зачем так сделано, мне пока не очень понятно. У навыков достаточно высокий базовый урон, быстрая перезарядка и в принципе неплохой бонус от физатаки. Поэтому я собрал билд на урон навыками с учетом особенности пассивки. Я беру эмблемы бойца со вторым перком. Вампиризм. Навыки достаточно массовые и дамажные, поэтому будет хороший бонус к хп. Дополнительный навык. Тут уже зависит от стиля. Подвижный это со вспышкой или спринтом. Для напористой атаки можно взять отомщение, исцеление или, если много контроля у врага, очищение. Сборка. Сапоги воина. Тут профитнее всего брать сапоги на защиту. Либо от физиков, либо от магов. Зависит от противника. Вторым и третьим предметом можно взять для осторожной игры. Кровожадный топор, а для агрессивной подойдет клинок отчаяния. Выбирай по стилю игры, что взять первым. Четвертый. Бесконечная битва. В этом предмете куча плюсов и буст урона. После ее сборки прожимаем автоатаку после каждого навыка. Для работы пассивки бесконечной битвы. Пятый. Крылья королевы. Выручит в критических ситуациях. Даст бонус к хп и перезарядке навыков. Шестой. Розовый метеор. Позволит вырваться из опасной ситуации и не просесть по урону. Либо оракул, который даст бонус к вампиризму и добьет перезарядку до 40%. Я обычно опускаю рассказ о лесных предметах. Но тут хочу отметить. С такой сборкой лучше использовать лесной топор для увеличения защиты. Или если противник заведомо слаб, мочите хищника. Собираем лесной предмет в фулл, в зависимости от стака пассивки. Спам навык это удар плащом. Его и максим сходу. Далее идет по полезности третий навык. Вторым навыком можно перепрыгнуть препятствия к цели, как я уже демонстрировал. Не обязательно попадать по ней самим навыком. Хватит и попасть в крипа, после чего к цели нас перенесет автоатака, даже через стену. Третий навык также может перепрыгивать стены, и у него достаточно быстрая перезарядка. Итого, мы имеем два прыжка и полет сквозь стены. Такой набор делает вспышку не очень актуальной. Все же тебе придется привыкать к таймингам навыков и задержкам в анимации. Это не сложно, примерно десяток боев и ты привыкнешь. Кроме того, внешне анимация долгая, а используется этот чонг довольно быстро. Можно нажать первый навык, и пока он подготавливается, прыгнуть к противнику, нанося двойной урон и от прыжка, и от плаща. А после зарядить вторым навыком и автоатакой, пока противник в воздухе. Медленный файтовый вариант. Комбинация такая. Третий навык – удар. Второй навык по подкинутому противнику – удар. Первый навык, и по ситуации опять удар с руки. Таким образом, мы будем обузить пассивку бесконечной битвы все время. Следи за стаками – частицы ша на противнике. Это такая темная молния, которая малозаметна в массовом бою. Зато очень часто спасаешь шкуру твоего бойца в критических ситуациях, поскольку урон ее зависит от потерянных ХП противника. Ну а у тебя исцеление и пополнение эссенции. А полная эссенция – это отхил. Все взаимосвязано. Про ульту рассказывать можно очень много. Это же, мать его, летающий дракон. С уроном и контролем. Вариантов масса. Догнать противника. Уйти от противника. Добить противника. Войти в бой с увеличенным ХП и радиусом навыков в форме драконида. Единственное, что хочу отметить – о посессе контроля до того, как превратился в дракона. Иначе могут не дать в него обратиться. Ульта позволяет как догонять по прямой сквозь препятствия, так и отступать от противника. Однако, по сессе стрелков, когда остается мало жизней, можешь не уйти. К управлению полетом нужно будет немного привыкнуть. Но там ничего сложного. Чонг наносит хороший массовый урон. Может влить урон в соло цель. Но очень требовательный к позиционке и скорости реакции. Считай, что к пингу тоже. Но я думаю, через несколько боев ты освоишься. А теперь, ставший традицией конкурс. Тебе нужно лишь подписаться на мой канал и на канал Голос Зверько. Ссылку ты найдешь в описании. Оставить комментарии под видео и поделиться видосом с друзьями. Ничего сложного и призы стоимостью в 600 алмазов твои. Я свяжусь с победителем примерно 26-27 июня. Прямо в комментах. Удачных боев и везения в конкурсе, друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok